Всем привет! Вот и наступил новый 2023 год. У моих муравьев много изменений, о которых я вам сегодня и расскажу. Поэтому сегодня муравьиные новости. А начнем мы с природного формикария. Тут все изменилось. Капканчики оказались отличными ландшафтными дизайнерами. Они прям буквально выкопали все растения и посадили их заново по своему усмотрению. Смотреться стало все как-то более естественно. Действительно, природный формикарий. Кот Лео периодически делает налет на банку и отрывает светильники. Ну и, конечно, пару раз выпускал муравьев погулять, что все-таки привело к тому, что один из муравьев меня укусил. Сам укус достаточно болезненный, но потом боль уходит очень быстро. До огненных муравьев им, конечно, далеко. Количество рабочих удается контролировать. Как контролировать? Да очень просто. Конечно, кормлением. Кормлю я их два раза в неделю. На одно кормление идет либо один туркменский таракан, либо половинка скорлупки от фисташки с сахарного сиропа. Стригу я природник примерно раз в месяц, да, и частенько задерживаю с этим процессом, так что он превращается в джунгли, что накладывает определенные трудности с подстрижкой. Эти муравьи не передвигаются по вертикальным скользким поверхностям, поэтому лучше не допускать, чтобы растения вырастали слишком высоко. Муравьи и без этого пытаются делать из глины своеобразные дорожки на стекле. Офигенно смотрится, да? В целом, подобная конструкция с муравьями и живыми растениями смотрится просто супер и радует глаз. Особенно зимой, когда вокруг снег, а у вас на столе джунгли с муравьями. В общем, продолжим наблюдать за изменениями в этом природном фармикарии. А следующий у нас на очереди акваформикарий. Он очень изменился. Растения разрослись, не только в подводном мире, но и на острове. Там закрепилось муравьиное растение, в основании которого уже появился вход в клубень, где могут заселяться муравьи. Тилансии отцвели и дали молодое пополнение. Цветение происходило достаточно быстро, но это весьма необычный и красивый процесс. Почелпокровную траву я решил подстричь. В нее вросся мох, стала она смотреться как-то не очень опрятно и хотелось немножко навести порядок таким образом. Ну и Лео создал новогоднее настроение. Он опрокинул сверху стоящее растение королеву антуриумов. Причем это уже второй раз. В воду попал агроперлит. Прям как снег выпал. Веселого, конечно, мало. Это спровоцировало даже небольшую вспышку водоросли в итоге. Да и убирать этот белый снег удовольствие не из приятных. Из новых жителей в подводной части появились хищные улитки, которые активно приступили к поеданию улиток-катушек, которые уже порядком размножились тут. Теперь по всему дну валяются пустые раковины. В подводной части появились новые рыбки. Это тетрааманда. Интересные мелкие создания, за которыми всегда увлекательно наблюдать. Держатся они веселой, дружной стаей. Что касается муравьев, которые живут в коряге, то у них диапауза. Уже месяца два я их не видел. Все равно хотя бы раз в неделю я обновляю им, так сказать, кормушку. То сиропа налью, то тараканчика приколю. В общем, надеюсь, что весной они все-таки выйдут из зимовки и начнут активничать. Вишенкой на корнях является прирощенное муравьиное растение – хиднофитум. Оно набирает силу, и все крепче вцепляется корнями в корягу и мох. Над акваформикарием у меня стоит несколько растений, в том числе королева антуриумов. Потрясающей красоты растения, хочу вам сказать. Лево, правда, его уже пару раз скидывал. Первый раз он повредил и оторвал самый большой красивый лист. Во второй раз обошлось без отломанных листьев, но горшок был весь вытряхнут и в целом ничего хорошего от этого падения не было. Надеюсь, оно продолжит также хорошо расти. В ближайшее время я планирую его пересадить. Заказал уже новый горшок и грунт. У креветок-кардиналов все отлично. Они хорошо размножаются и в целом стали намного смелее. Возможно, этому способствовало увеличение численности, возможно, подаклиматизировались получше. В общем, продолжу за ними наблюдать и увеличивать их численность. А вот и мои желтые симпатяги – компонотус фиченкой. Суперстабильная семья с невысокой скоростью развития. Они продолжают постепенно расти и набирать силу. В семье появилось достаточно много солдат, которые параллельно являются бочками для хранения запасов пищи. На диапаузу их не отправлял. Не увидел я большого желания у этой семьи тормозить кардинально свое развитие. Поэтому они продолжают находиться при комнатной температуре. Кормление, как обычно, сахарный сироп и туркменские тараканы. Думаю, скоро буду открывать для них дополнительное место в гнезде. А вот кто действительно отправился на зимовку в холодильник, так это две мои семьи компонотус пицеус и пробковые муравьи колобобсис стрункатус. Вот они кардинально остановили свое развитие, отказались от пищи и перестали выходить из своего гнезда. Собственно, это как и в акваформикарии. Муравьев просто перестало быть видно на коряге. Все сидят в своем гнезде. Периодически я также наливаю им сахарный сироп, но он их не особо интересует. Выводить муравьев из зимовки я планирую к марту. Таким образом, в холодильнике они просидят около 4 месяцев. Кстати, потерь у семьи глобальных почти нет. Буквально появилось около 2-3 новых трупов, не больше. Самое главное – маточки живы и здоровы. Ну а самые кардинальные изменения произошли у мирмикарии Брунея. В один из дней я перестал наблюдать матку в гнезде. И вроде бы даже видел на арене какие-то большие останки большого муравья. Почему так произошло – не знаю. Может быть, повлияло то, что маленький демон периодически выпускал муравьев погулять, пока я был в отпуске. Может быть, еще что-то. Но факт остается фактом – матки больше нет. И вот семья начала жить без своей королевы. Яиц меньше не стало. У рабочих постоянно были свежие пакеты с яйцами. И вот в один из дней я обнаружил появление огромных личинок и, как следствие, куколок. Это были куколки самцов. Через некоторое время гиганты появились на свет. Интересные экземпляры. Пока они только сидят в гнезде и не вылезают на арену. Я прям во время съемок нашел нечто интересное. Я увидел крылатую матку. Она только одна. Но какая же она офигенно красивая. Не знаю, что будет дальше с этой семьей, пока она выносит только горы трупов рабочих на арену. И такими темпами скоро рабочих вообще не станет. Питаются они хорошо. По-прежнему устраиваю охоту на туркменских тараканов и даю им вкуснейший сахарный сироп. Продолжим наблюдать и за этой семьей муравьев. Интересно, чем закончится эта история и когда самцы попытаются устроить лед на арене. Ну а на сегодня все, ребята. Спасибо, что посмотрели этот выпуск. Всем с наступившим 2023 годом. Всем добра и всем пока.